Привет, прекрасно! Это не бьюти-видео, просто я зашла в магазин для дома и хочу показать в принципе мои любимые предметы, которые я приобрела здесь и обожаю. В общем, начну я с недавней покупочки, она, к сожалению, используется очень активно. Моточки моего кофе, это какая-то белградская мастерская, которая делает ручная работа, эти потеки, эти пупырки и то, что я могу пить горячий кофе из этой кружки. Она супер легкая. Короче, я зашла, влюбилась, шли абсолютно случайно мимо этого магазина. Я, если вам сильно надо, в инстаграме смогу вам скинуть на них ссылочку. У них там есть еще однотонные цветные. Просто мне очень нравится превращать мое утро в что-то такое особенное, благодаря красивым кружкам. И я не сильно их собираю, потому что я боюсь переезда и очень боюсь за них, что они будут разбиты. Но это не повод их покупать, согласитесь. Вообще моя слабость, это такие мраморные подносы, мраморные досочки. Это еще и бежевая. Я купила ее в Zara Home. В Белграде покупала, но в России у меня была такая из-за Чинтем Хоум, только белая. Мне дарили ее. Мне безумно нравится текстура. На ней красиво смотрятся фотографии косметики, например, фотографии украшений. Также она классно вписывается в мой интерьер. Короче, она тяжелая. Я, конечно, когда покупаю такие вещи, я думаю, как я потом буду это все перевозить. Но это же не повод не покупать. Это, мне кажется, слоган сегодняшнего видео. Тоже из Zara Home зеркальце. Оно вот с такой красивой, тоненькой окантовочкой. Вот оно такое. Оно оказалось не сильно удобным, потому что его степень открытия вот такая. Мне нужно более вертикально смотреть на свой второй подбородок. Тем не менее, это единственное мое зеркало вот такого формата, крупное. И я крашусь в него, снимая видео, я смотрюсь в него. Подсвечник, который мне условно продала моя подруга. Другая подруга сказала, что это кальян. Были еще и очень такие неприличные представления об этой вещи. Тем не менее, мне очень нравится, как она смотрится в интерьере. У меня на столике сложное украшение. Стоит диффузор, всякие штучки красивые. Опять же, это тут поднос стоит. Мне хотелось чего-то высокого вертикального. У меня не всегда цветы, хотя я стараюсь каждую неделю их обновлять. Штука вертикальная. И она хорошо дополняет, скажем так, композицию чем-то высоким. Мне очень хотелось, чтобы было так. Свечи я не жгу, потому что у меня коты. Я боюсь, что они подожгут себе хвостики. Потому что однажды с газовой плитой у меня так случилось. А еще однажды я забыла про свечи и ушла из дома. Напишите, что вам напоминает эти подсвечники. Нравится ли вам этот тренд. Хотя он, наверное, уже вышел. Но меня не останавливает это того, что мне нравится. Я покупаю. Собственно, мы перейдем к основному. Если что, все эти предметы куплены в Белграде, Сербии. Я просто хвастаюсь. Я, к сожалению, не смогу вам порекомендовать. Если только вы не живете здесь. Это местный какой-то магазин. Я пошла за постельным. Постельного там не было. Но давно видела на фотках. Мне кажется, может быть, тоже уже, знаете, не актуально. Но у меня какой-то незакрытый гештальт. Я очень хотела эту штучку. И я ее взяла. И я не знаю, куда ее поставить пока что. Нужна какая-то подставка, ваза. Я примеряла, примеряла. Ничего пока что толково не нашла. Но если найду красивую вазочку, я даже думала, знаете, может быть, бутылку какую-то красивую из-под алкоголя и в нее поставить. Короче, у меня нет идей. Но даже просто красиво она будет лежать и делать меня счастливой. Топ ненужных покупок. Шуршим. Тарелка, кстати, не из пепка. Это джузк. Это местный магазин. Он, кажется, есть еще и в Черногории. И, кажется, это греческий магазин. Тарелки у нас были на квартире, которую мы арендуем. И одну из них я доразбила. Она была уже разбита. Но я доразбила. Я такая, ну, не очень приятная из разбитых. Я с тебя просто купила комплект. И очень обрадовалась, когда нашла такой же, как у нас. А это уже этот самый магазин пепка. Это такая же история, как в Икее. Но мне он нравится больше, потому что у меня был икеевский. И он был выше. Этот не такой высокий, но он шире. Короче, кажется более устойчивым. Более приятным по композиции, если вы понимаете, о чем речь. Когда пропорции предмета тебе нравятся. Его соотношение ширины и высоты. Надеюсь, я не одна об этом задумываюсь. Видишь, и тебе приятно от того, как выглядит эта вещь. Мы пьем вареную воду. И распаковывать бытовые вещи так же приятно, как распаковывать косметику новую. Такая черная, матовая, с деревом. Я обожаю такое сочетание в стиле лофта. И очень красиво в ней будут прятаться ушные палочки. Надеюсь, по высоте они подойдут. Я найду к чему применить. Не переживайте, оно не пропадет. Такие свечки есть у всех. Я подумала, что мне тоже надо. И почему-то мне даже захотелось ее пожечь. Но, наверное, я буду сидеть и вот так смотреть на нее. Но все равно есть риск, что я забуду. Поэтому я немножко опоздала. За стилем. Жевать герстальты, это очень важно. Даже о том, о чем ты мечтал в детстве. Покупать во взрослом возрасте какое-то лего с Гарри Поттером. Серять своего внутреннего ребенка. И не давить его желания. Потому что чего-то хотеть, это очень классно. Такие вещи я никогда не жалею, что купила. Я не знаю, может быть, это, конечно, пепельница. Она даже здесь такая дырочка, как будто бы для тонкой сигаретки. Но я когда увидела, я такая... Со скидкой 50% она была. Это просто красивая. Я думала, может быть, использована для еды. Но знаете, мне кажется, такие штуки подают. Там горочку черной икры. Короче, это аромат вербена и лемонграсс. Я не люблю травянистые запахи. Лемон мне плюс-минус нравится, но покупала все, что вижу. Мне подружка жалуется на зарубские диффузоры, что они перестают ароматизировать. Мне кажется, это история с привыканием. Потому что, когда он стоит на всю квартиру, то, может быть, привыкает. Короче, я не смогла его открыть, поэтому визуализирую. Выглядит так. Короче, знаете, что мне еще нравится? Мне кажется, что лемонграсс, он не лимон, а пахнет сладенько. Легкий аромат лимончика, то, в принципе, он у меня ассоциируется с Ферри и с Мистером Пропером. Может быть, и даже с чистотой по конечному итогу. Поэтому попробуем. Но с ароматами у меня очень натянуты отношения. Пишите, чем пахнут ваши домики. И что вы последнее для дома купили очень классное и счастливое. Как я, наверное, кружечку, которую вначале показывала. Спасибо, что смотрели. Идите в комментариях. Я вас обожаю. Пока!